В подмосковном Сколкове состоялось подписание соглашения о создании нового стартапа Hyundai Сколково в поддержку программы Hyundai Mobility. Кроме того, корейская марка объявила о появлении на автомобильном рынке совершенно нового продукта. Корейская компания представила свою идею в рамках конференции Startup Village для технологических предпринимателей. Здесь, в инновационном центре Сколково, теперь базируется проект Hyundai Mobility Lab, который разрабатывает коммерческие IT-решения и новые сервисы для клиентов компании Hyundai Motor S&G. В центре внимания новое мобильное приложение для краткой и долгосрочной аренды автомобилей. Это, собственно, компания, которая будет разрабатывать приложение и его коммерциализовывать. Приложение, которое позволит двумя кликами взять автомобиль Hyundai и его использовать. По замыслу, сервисом сможет воспользоваться любой желающий, даже если он не покупал автомобили Hyundai. Разработчики пока не раскрывают всех подробностей, но приложение объединит преимущества каршеринга и долгосрочной подписки. Конечно же, заявки клиентов будут обрабатывать онлайн, без бумажной волокиты. Это может быть формат каршеринга, формат аренды, формат подписки. Мы планируем сделать универсальное приложение, которое покроет весь перечень возможного использования автомобиля. Топ-менеджеры корейской марки посчитали, что лучшего места для разработки нового детища, чем российская Кремниевая долина, не найти. Экосистема «Сколка» позволяет очень продуктивно развивать именно инновационное направление. Плюс есть определенный перечень налоговых льгот, который представляется резидентом, поэтому мы планируем полномериями воспользоваться. Начальные инвестиции в проект составят 100 миллионов рублей. Запуск Hyundai Mobility намечен на вторую половину нынешнего года. Программа предназначена исключительно для российского рынка.